Гостей из Японии встречают по русским традициям хлебом и солью. Правда, понять философию русской души мастерам школы Сагетсу сразу не удалось. Небольшая экскурсия по эколого-биологическому центру, знакомство с рептилиями и растениями Краснодарского края, произвела впечатление на мастеров. В свою очередь специалисты искусства экибаны решили дать мастер-класс начинающим флористам. В нашем учреждении, в нашем центре есть кружки, где дети занимаются флористикой. И мы разные, ну, с ними там ходим на экскурсии, на выставки и, в общем, разные пробуем другие какие-то техники. Нам хотелось бы вот как-то приобщить детей к этому, потому что, в принципе, в городе Сочи вот такое направление не развито. Но перед тем, как постигать азы экибаны, мастеров школы Сагетса пригласили к столу отведать русских пирогов с чаем и самовара. Российский зеленый чай, естественно, отличается от японского листа высшего сорта, говорит Джунка Миамото. Она более 20 лет изучает искусство церемонии чаепития и может много интересного рассказать о японских традициях. Ведь приготовление чая – это особое искусство, которому обучают и гейш. Чаепития – это особая культура в Японии, история которой насчитывает уже более 800 лет. В чаепитии важно не только искусно подать чай, но и вкус его должен быть особенным. Зеленый чай большего сорта собирают на 88-й день после весеннего равноденствия, выпаривают, сушат, в ноябре перемалывают и только после этого употребляют для приготовления чайного напитка. А для чайной церемонии используется посуда из фарфора и бамбука. Это очень красивая церемония. После чаепития воспитанники эколого-биологического центра вместе с гостями отправились составлять экибану. Это не менее красивое искусство. На создание композиции срезанных цветов и побегов может уйти не один час. По словам профессора школы Сагетсу, это целая философия. Создавая экибану, художник вкладывает в нее душу и мысли. А правильно прочесть то, что хотел изобразить автор, удается не каждому. Это очень обширное искусство. В нашей школе используются не только цветы и побеги, но и дополнительные предметы, камни, ткани, пластики и другой неживой материал. И вот сейчас дети создают экибану. Они вкладывают в свою душу и ощущение природы через композицию. За это время нужно полюбить это искусство. Но правильно понимать творения друг друга они пока не смогут. Тем не менее, у каждого композиции получились интересными. Так прошел первый день японской экибаны в Сочи. В Олимпийской столице мастера школы Сагетсу пробудут за 4 сентября. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.